МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо. Хорошо. А так еще лучше. Ну, ничего интересного. Журнал, что ли, почитать? Ммм, какая кофта. Ну, и что это такое? О, папа пришел. О, папа пришел. Да, пришел. И наблюдает вместо собственной дочери какого-то Илью Муромца. Хотя нет, на Илью Муромца ты вряд ли похожа. Тот сиднем сидел, а ты лежнем лежишь. Пап, ну скажешь тоже, лежнем. Ну вот, имеет человек право на отдых? Да, имеет. Сейчас проверим. Вот ты уроки сегодня сделала? Так точно. А посуду вымыла? И мусор выбросила, и квартиру пропылесосила. Всю? Всю. Вот ни единого квадратного миллиметра не оставила. Ну что, заслужила я право на отдых? Да, заслужила. Я бы даже сказал, безусловно, ты его заслужила. Только знаешь, что, о моя трудолюбивая дочь, что лучший отдых – это не лежание или валяние на диване, а смена деятельности. Да ладно? Кто тебе такое сказал? Великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов. Между прочим, вот такой дядька. Тебе надо с ним познакомиться. Так что давай, давай, вставай. Пошли. Ну, Баб. Пошли, 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 пошли. Ну что, включаем фантазию? Ну тогда, раз, два, три. Поехали. Ну вот, мы и в гостях. А ну, мы-то в гостях. Да. А где хозяин? Нету хозяина. Зато смотри, сколько портретов. Да, портретов много. Да. Мечников. Боткин. Совершенно верно. Менделеев. Он самый. А кто вот этот бородач? Какой? Ну вот этот. А, вот этот. Ну, Настя, перед тобой. Великий русский художник Александр Андреевич Иванов. Тот, который написал грандиознейшее полотно «Явление Христа народу». Ну, Мечников понятно. Боткин тоже понятно. Но Иванов-то какое отношение имеет к физиологии? Абсолютно никакого. Зато к одному единственному физиологу, Ивану Михайловичу Сеченову, самое непосредственное. Смотри сама. О господине Сеченове я сохранил чудные воспоминания. Да-с. В памяти моей он проживает как весьма и весьма достойный молодой человек. В доказательстве сего утверждения могу привести прелюбопытнейший анекдот. Надо вам сказать, что с Сеченовым я водил знакомство в Риме, куда тот прибыл на летние вакации. А аккурат перед этим я встретился с милейшим господином Штраусом, автором книги «Жизнь Христа». Удивительнейшее, восхитительное сочинение. Не читывали? Рекомендую. От всего сердца рекомендую. Но я несколько отвлекся. К стыду своему признаюсь, что мой языковой багаж весьма скуден. Кроме родного языка я владею лишь итальянским. Господин Штраус посоветовал мне познакомиться с английским изданием, повествующим о храме Соломона. Да, с английским изданием, написанным, естественно, на английском языке, которое и тогда было, и по сей день остается для меня, простите, филькиной грамотой. Я не могу описать отчаяние, буквально поглотившее меня, но на помощь пришел юный друг. Вместо того, чтобы беззаботно гулять по площадям Вечного Города, господин Сеченов каждый день приходил в мое жилище и неутомимо переводил вслух драгоценный фолиат. Александр Андреевич, голубчик, где вы? Ну вот, чудица голоса. Так, надо бы проконсультироваться с Боткиным. Так, ну-ка, ну-ка, раз, два, три. Пульс учащенный. Так, порошочки, порошочки, где-то у меня здесь оставались порошочки. Иван Михайлович, вы не переживайте, вы совершенно здоровы. Голос Иванова вам не почудился. Вы его слышали на самом деле, но только в записи. Виноват, не понял. Растолкуйте поподробнее, как это голос в записи. Ну, что тут толковать? Посмотрите, вон туда, на стену. Господи. Среди множества достоинств господина Сеченова не могу не упомянуть самое симпатичное и редкое. Он удивительно внимателен к ближним. Например, в пору нашего знакомства был так любезен, что принял на себя заботу о моем стариковском желудке. И же вечерне, окончив чтение, Сеченов брал меня под руку и вел в тот единственный римский трактир, где подававшаяся стряпня не оказывала губительного воздействия на мои внутренности. Да-с. Удивительно. Не скажу, что далек от технических новинок, а такого еще не видывал. С фотографией знаком. Но чтобы фотографическая карточка двигалась и разговаривала, чудеса. Тоже мне чудеса. В нашем двадцать первом веке совершенно обычная вещь. В двадцать? В двадцать первом. Мы прямиком оттуда. Меня, кстати, Настя зовут. А это мой папа. Платонов Дмитрий Александрович. Очень приятно познакомиться. Сеченов Иван Михайлович. Сердечно рад знакомству. А удобно ли будет поинтересоваться, чем обязан столь удивительному визиту? Да мы так просто зашли. Познакомиться, поболтать. А правда, что вы знаете много иностранных языков? Ну, не так уж и много. Английский, итальянский, французский, немецкий. Эм, дай бог памяти. Здорово. Браво. А перевод будет? От чего же не быть? Конечно. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. Ура. Оказывается, я знаю немецкую поэзию. Да, оказывается, знаешь. Ровно одно стихотворение Гёте в переводе Лермонтова. Иван Михайлович, а расскажите, как вам удалось выучить столько иностранных языков? Ведь если мне не изменяет память, в гимназию-то вы не ходили. Увы, не ходил. После кончины папеньки семейство наше находилось в стесненных обстоятельствах. А надо вам сказать, что семейство было немалым. Пять братьев и три сестры. Я самый младший. Старший брат, гусар, узнал в Москве о выгодах инженерной службы и дешевизне образования, получаемого в главном инженерном училище. И настоял у матери, чтобы меня отдали туда. Благодаря этому я продолжал учиться в деревне до 14 лет. И из всех братьев один выучился иностранным языкам. Дело в том, что родители не считали нужным обучать им дома мальчиков, полагая, что научатся в школе. А для девочек такое обучение считали необходимым. С этой целью в доме нашем появилась гувернантка, знавшая иностранные языки. И меня в придачу к сестрам отдали ей в руки. Гувернантка, говорите. Настя, а может быть и нам тебе нанять гувернантку? Пусть тебя выучат пари-тройки иностранных языков. Папа. Да. Ну какая гувернантка? Зачем мне иностранные языки? Я же не собираюсь быть физиологом. О, кстати, Иван Михайлович, так вы поступили в инженерное училище или нет? Не только поступил, но и окончил. Ничего не понимаю. Как инженер превратился в... Сейчас... В отца русской физиологии? А вот за это нужно благодарить одного человека, с которым я познакомился в Киеве. В сей прекрасный город я попал по окончанию училища, будучи отправленным во второй резервный саперный батальон. Ну, надо сказать, что офицер из меня получился никуда не годный. Вообще ума не приложу, что случилось бы с моей жизнью, если бы не встреча с тем человеком. Да что за человек-то? Иван Михайлович, рассказывайте откровенно. Наверное, это была женщина. Ну, Настя, ну чуть больше так-то, пожалуйста. Тем более, что все интересующие тебя сведения мы получим из другого источника. Внимание на экран. Там в первую же зиму нашей Сеченовым киевской службы мы познакомились с чрезвычайно милой семьей. Фамилию семейства я из скромности умолчу. О, сколько приятных вечеров провели мы в их гостеприимном доме. Удивительно для того времени, но признанным лидером нашей мужской компании, состоявшей из меня с Сеченовым и двух его братьев, была двадцатилетняя вдова Ольга Александровна. Несмотря на юность, она была по развитию и, пожалуй, по уму много выше своих собеседников. Не в обиду нам, военным, она ставила университетское образование очень высоко и считала московский университет стоящим впереди прочих. Как любезная хозяйка нашей профессии, она не касалась, но едва ли сочувствовала ей. Мысли ее шли в сторону служения ближнему, и в этом смысле она относилась очень, очень сочувственно к профессии медика. Все мы находились под влиянием Ольги Александровны, особенно и вам. Я скажу вам по секрету, кажется мне, что он был в нее тайно влюблен. Именно под давлением собственных чувств и обаяния нашей милой Ольги Александровны Сеченов оставил военную службу. Болтун, а! Господи помилуй, ну каков болтун этот Сережа, а еще подполковник. Стыдно, батенька! Ну, коли мой секрет выставлен на всеобщее обозрение, вынужден признаться. Да, я считал и считаю Ольгу Александровну своей благодетельницей. В дом ее я вошел юношей, плывшим по руслу, в который меня бросила судьба. Без ясного сознания, куда оно может привести меня. Но из ее дома я вышел с готовым жизненным планом, зная, куда идти и что делать. Я пошел в университет именно тот, который она считала передовым, чтобы учиться медицине и помочь ближнему. Иван Михайлович, вот мне интересно, как к этому плану отнеслась ваша матушка? Вот мой папа всыпал бы мне по первое число. Да, пап, всыпал? Не предвосхищай события, торопливая дочь. Жизнь покажет. Ну, а моя матушка встретила своего отставного прапорщика со слезами, но без единого упрека. Дело в том, любезные господа, что прежде матушка была крепостной крестьянкой, которую мой будущий папаша перед свадьбой отправил в Суздальский монастырь учиться грамоте. С той поры она желала, чтобы кто-нибудь из ее сыновей пошел по ученой части. А вот на московской заставе ко мне отнеслись без всякого сочувствия. Помню, старый чиновник посмотрел мой паспорт и изрек. Эх, господин прапорщик, послужили без году неделю, да в столицу прожигать родительские денежки, а? Ну и как, прожгли? Ну, то есть, растратили? Ну, во-первых, прожигать-то особо было нечего. Ну, помните, я уже говорил, что наше семейство не могло похвастаться богатством. А во-вторых, на первых двух курсах я учился очень прилежно. Поэтому все до копейки тратил на книги. А вот с переходом на третий курс свихнулся в самом начале года в сторону от медицины. Виной моей измены было то, что я не нашел в медицине, чего ожидал. Сплошное перечисление причин заболевания, симптомы болезни, ее исходы и способы лечения. А о том, как из причины развивается болезнь, в чем ее сущность и почему в болезни помогает то или иное лекарство, ни слова. Вот мой друг Сергей Боткин, тот истинный любитель медицины. Для него здоровых людей вообще не существует. Он присматривается к походкам и движениям лиц, вслушивается в голоса. Тонкая диагностика – его сущность. Мои же предпочтения лежали и лежат в иной плоскости. Так, освободивши себя от занятий медицины, я принялся изучать психологию и мечтать о физиологии. Ничего себе. А где связь? По-моему, от психологии до физиологии. Ого! Топать и топать. Не так далеко, как вам кажется. Меня интересовал мозг. Этот орган души, что дает тот ряд внешних явлений, которыми характеризуется психическая деятельность. Всякий знает, как громаден мир этих явлений. В нем заключено все то бесконечное разнообразие движений и звуков, на которые способен человек вообще. Но какие причины приводят движение сам мозг? Вот, вот вопрос вопросов, в поисках ответа, на который я отправился за границу. Карлу Людвигу. Ну, профессору медико-хирургической военной академии в Вене. Он-то и стал моим учителем. Милейший, доложу я вам, был человек. Кстати, он очень любил Лермонтова. Помню, изучаем мышцы какой-нибудь лягушки и наперебой декламируем. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Ой, Иван Михайлович, подождите с Лермонтовым. О поэзии потом поговорим. Вы лучше расскажите, удалось ли вам понять, как работает мозг? Ну, конечно, удалось. Можешь не сомневаться. Итогом многолетней работы Ивана Михайловича стал труд, который он хотел назвать безыскусным. Попытка ввести физиологические основы, психические процессы. Но редактор настоял на более броском названии. Рефлексы головного мозга. Рефлексы головного мозга. Рефлексы головного мозга. Где-то я слышала это название. Ну, конечно, слышала. Тем более, что нам об этом рассказывал, впрочем, внимание на экран. Я считал и считаю Сеченова патриархом русской физиологии. Да, вот не будь его, русские физиологи оставались бы только учителями, передатчиками, так сказать, результатов работы европейских учёных. В рефлексах головного мозга была сделана поистине чрезвычайная попытка представить себе наш субъективный мир чисто физиологически. Спасибо, любезный Иван Петрович, за высокую оценку моих скромных трудов. Тсс, Иван Михайлович, слушайте, товарищ. Хотя я лично мог бы затаить на Ивана Михайловича обиду, если бы не он, возможно, я стал бы видным иерархом церкви. Но в один прекрасный день в мои руки, в руки 20-летнего семинариста, попали вот рефлексы головного мозга. И всё. Участь моя решилась. Я читал эту книгу с тем упоением, с каким мои сверстники зачитывались приключенческими романами. Впитывал каждое слово, каждую мысль. И вот сейчас, жизнь спустя, я помню Сеченовская. Все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем словами одушевлённость, страстность, насмешка, печаль, радость и прочее, суть не что иное, как результат большего или меньшего укорочения какой-нибудь группы мышц. Акта чисто механического. Без всякого сомнения. С этих строк начался мой путь в науку. И к Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Я уже поняла, что вы, Иван Михайлович, совершили потрясающее открытие. Но объясните его, пожалуйста, для людей, ну, как бы сказать, мягче. Для людей, далёких от физиологии. Ну, что ж, постараюсь. Согласитесь, милая Настя, вся наша жизнь связана с внешней средой. Мы получаем извне какое-либо раздражение, которое возбуждает тот или иной участок нашей нервной системы. И этот участок, в свою очередь, побуждает к действию наши органы. Ну, например, Дмитрий Александрович, поможете мне? Так вот, Настя, если у вас над ухом громко крикнуть... А! Мама! Вот, видите, вы сразу непременно вздрогните. Вы, Настя, только что продемонстрировали самый настоящий рефлекс. Серич, ответ вашей нервной системы на внешнее раздражение. С вашего позволения, Иван Михайлович, я добавлю, что рефлексы осуществляются с помощью рефлекторной дуги. Рефлекторная дуга проходит от точки раздражения до мозга, затем идёт к нерву и тому органу, через который будет осуществлён рефлекс. Спасибо за разъяснение, Дмитрий Александрович, но продолжим. Если мы с вами одновременно крикнем, или вы крикнете несколько раз, то возникнут несколько раздражений. На какое из них будет отвечать ваша нервная система, уважаемая Настя? Я думаю на все. И правильно думаете. Явление сие я назвал суммацией. Смотрите, Настя, в вашу нервную систему поступает несколько раздражений. Поступает, поступает, поступает. И только тогда, когда общее их значение достигнет наибольшей величины, на него ваша нервная система и ответит. Ещё как ответит. Если вы с папой будете кричать на меня вдвоём, то я убегу. Подождите, что за клаканье? Откуда? Лягушки? Вы что, экспериментируете с лягушками? Как вам не стыдно мучить животных? О, моя непреклонная дочь, позволь мне заступиться за господина Сеченова. Он экспериментирует не только с лягушками, но и с собой. Например, однажды Сеченов опустил руку в раствор серной кислоты. Ничего себе. А зачем? Он хотел задержать рефлекс отдёргивания руки. Он стеснул зубы, напряг мышцы груди. И знаешь что? Что? Женя в руке прекратилась и не возобновлялась всё время, пока я напрягал мышцы. Вот так Иван Михайлович сделал ещё одно потрясающее открытие. В головном мозге имеются центры, которые могут оказывать тормозящее или угнетающее действие на скорость наступления рефлекторных актов. Это открытие получило название центрального торможения, а сам центр торможения с тех пор называют Сеченовским центром. На этом, думаю, нам с тобой пора откланяться. Хватит докучать человеку. Позвольте в благодарность за приятную беседу подарить вам, Настя, экземпляр моей книги «Рефлексы головного мозга». Я думаю, она будет вам интересна. Спасибо. Спасибо большое. Ой, забыла спросить. Иван Михайлович, а с чего вы решили, что лучший отдых – это перемена деятельности? Здесь всё просто. Провёл нехитрый эксперимент. Кстати, вы его тоже можете повторить. Берёте обычный мячик и сжимаете его, и разжимаете. Сжимаете, разжимаете, сжимаете, разжимаете, пока рука не устанет. Затем отдыхаете. И снова начинаете сжимать, разжимать, сжимать, разжимать. Уверяю вас, вы сделаете куда меньше сжимания и разжимания, чем в первый раз. Затем перекладываете мячик в другую руку. И снова работаете кистью. Потом, не отдыхая, возвращаете мячик в первую руку и снова сжимаете и разжимаете его. Вы сделаете больше сжимательных и разжимательных движений, чем до отдыха. Я, например, удивился, когда выяснилось, что работа утомленной правой руки после работы левой стала гораздо сильнее, чем была после первого периода отдыха Кстати, Настя, этот эффект называется эффектом Сеченова Папа, ну что ты сидишь? Пойдем скорее проверим этот эффект Пока-пока, Иван Михайлович До свидания До свидания, друзья Рефлексы головного мозга Ой, ну где же он? Настя, ты что ищешь? Пап, подожди О, нашла Папа, включай секундомер, я начинаю Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Субтитры создавал DimaTorzok